В Ак-Тубе жители пригородного поселка сегодня перекрыли трассу. Люди устали ждать коммуникаций. Пять лет назад Акимат выдал им земли в небольшом ауле. Многие уже отстроили дома, но заехать и жить полноценно не могут. В поселке нет ни света, ни газа, ни воды. Чиновники с прошлого года обещают протянуть электричество, от которого зависит и газоснабжение. Но сегодня заявили, что ждать придется до самой зимы. Динара Уркумбаева выясняла, почему так затягивают. Многодетная мать Гульфайрус Жаскужиева целых 13 лет ждала очереди, чтобы получить заветные 10 соток от государства. Пять лет назад семье наконец выдали землю в пригородном ауле. Женщина с супругом отстроили дом и с прошлого года уже живут здесь. Все бы хорошо, но нет самого необходимого света, газа и воды. Готовит Гульфайрус с помощью небезопасного газового баллона, а электричество дает генератор. Правда, выдерживает он лишь несколько часов. Вот у нас это аппарат, мы ее 220 вольт отсюда, свет берем, мы ее купили. Получается, через генератор мы заряжаем аккумулятор, и через нее, получается, свет нам 220 вольт дает. Свет, мы, конечно, телевизор ничего не можем включать, холодильник, просто телефоны заряжать и вечером свет включить. В таком же положении и все остальные жители поселка Баурластар-5. Многие отстроили дома, но не рискуют заезжать. Заколотили окна и двери, чтобы жилье не разворовали. Люди неоднократно были на приеме у чиновников. Те обещали, что электричество проведут еще в марте, а следом должны были подключить и газ. Но даже столбы установили только по одному краю аула. На другом конце нет и этого. Из-за халатности отношений Акимов и Акиматов Акчубинской области не можем даже дом построить. Те, которые построили дом, они не могут просто по-человечески жить. Год назад тому обещали. Вперва сказали в ноябре в прошлом году, потом в декабре 28-го, потом перевели в январь 2003-го года. Вот недавно пришли тоже Акимы, ЖКХ, тоже обещали, обещали. Что говорят? В ноябре, в конце ноября. Но люди больше не верят в обещания. Да и жить в таких условиях, говорят, уже невыносимо. На эмоциях сельчане решились на отчаянную меру. Перекрыли трассу, по которой водители курсируют в соседние аулы. Удивленным автомобилистам пришлось объезжать проблемный участок. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Пока одни полицейские пытаются убедить сельчан освободить проезжую часть, их коллега регулирует движение, чтобы не было заторов. На шум приехали и чиновники. Утверждают, что терпеть осталось до конца осени. По их словам, все работы идут по плану. К началу зимы обещают подключить свет, а сразу после этого подать газ. Говорят, раньше никак не получится. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы. Согласно проекту, проект переходящий. То есть строительно-монтажные работы начаты в прошлом году. И окончание планируется в этом году. Полностью окончание это в ноябре текущего года. А вот с водой проблем будет еще больше. Заранее предупреждают чиновники, она появится здесь не раньше, чем через три года. Ответить на вопрос, почему земли выдали без инженерных сетей, представители власти затруднились. Динара Уркумбаева, Даньяр Матгулов, КТК, Актубе.